Я не могу это сделать котик! Аааа! Мои господи! Ну что, ребят, всем доброе утро! У нас как-то очень темно и холодно. Сейчас мы собираемся на прогулку. В общем, с сегодняшнего дня официально мы не отпускаем котиков на улицу. Вчера мы их еще отпускали, но сегодня, сказка, все, на улице уже холодно, и мы будем теперь мучиться. Точнее, я, потому что я буду слушать мяухания котиков. Как им объяснить, что на улице нельзя, потому что марте у нас сегодня отметка не прям супернизкая, но, в общем, решили уже приучать, потому что еще и мокро. Приходится каждый раз ему вытирать лапы, если вдруг какая-то влажная, допустим, погода. Но это не очень удобно. Сегодня, кстати, привезут корм в офицейде. Я просто посмотрела, там уже просто по остаткам. Сетьки на день рождения еще заказала вот эти вот баночки для тортика. Вот одну банку, остальные так по чуть-чуть добавляю. И еще вот надо будет дать отгельментов. Что-то могу проснуться. Всю ночь, короче, кот нас будил под утро. Вот с 4 утра он как начал прыгать, мяукать. Мы его закрываем. Он все равно приходит, открывает дверь. Ой, короче, вообще. Потом в итоге сказка, что я уже не могу спать. Это было в пол шестого. А он уехал на работу. Я еще лежала-лежала и, слава богу, чуть-чуть поспала. Вот эти вот кошачьи утренние истории, я уже от них отвыкла. Потому что обычно он, если мюкнул, допустим, мы его могли выпустить на улицу, ну вот как раз таки под утро. И все. И он как раз, когда мы просыпались, он уже приходил. Конечно, тяжеловастенько. Не хотим, чтобы Марти снова заболел. Просто так, как в прошлом году. Гера как-то, знаете, спокойна. Она может чуть-чуть помяукать, показать, что она хочет на улицу, но успокаиваться очень быстро. У Сетки в эти выходные день рождения. Ему исполнится... Я говорю про Сетку, показывает Натафи самое интересное. И Манюнечке исполнится 3 годика у нас. Ну что, Марти? А что у тебя с настроением? Малышочек. Давайте поглажу. Я, в общем, пришла монтировать видео. В общем, несколько дней назад в Телеграме я устроила опрос. Мне кажется, у меня уже просто какой-то фетиш на комбинезоны для собак. Я не знаю, у меня их в принципе, ну, как бы не две пары. У меня их много. Но когда я вижу какие-то новинки, мне сразу хочется, чтобы у моих корышков тоже они были. В общем, у меня была дилемма. Мне понравились два комбинезона. Я написала, что давайте пройдем голосование. Типа сердечко, это как бы первый комбинезончик вот этот вот. Смайлик с сердечком и коричневый вариант. Мне они оба понравились. Значит, больше всего голосований было за первый комплект. Ну, как всегда, заказываю всегда уже, я не знаю, с 2000, когда Таффи появилась в 16, 17, 2017 года на Коржик.ру. Это просто наша любовь. Я всем рекомендую. Меня всегда часто спрашивают. Самый часто задаваем вопрос. Это как раз таки, где мы заказываем комбинезон. Мне на самом деле про Коржик.ру рассказали мои же подписчики. Потому что когда Таффи был маленький, я ему покупала, по-моему, в обычном зоомагазине комбинезоны именно для такс. Для маленьких тогда он еще влезал. А потом уже как бы было не найти. Мне как раз подписчики несколько человек написали про Коржик.ру. Ну и все. В общем, это для меня, знаете, как некоторые такие, типа, на Валбрите, на Озоне себе что-то присматривают. Я такая иногда захожу, так и так. Ну, что там. Какие у нас новиночки появились из комбинезончиков. А новиночки у них есть всегда. Название у нас Пончик. Вот получается, я вчера его заказала и, получается, завтра его уже привезут. У меня все комбинезоны с короткими лапками. И я решила заказать с удлиненными. Потому что, когда начинается такая супергрязная погода, все-таки приходится очень хорошо мыть лапы. Потому что пузико в защите, а вот лапки, конечно, остаются грязненькими. Поэтому взяла вот на пробу вот такую вот модель. И вот еще была темный шоколад. Понять, как будут мальчики вот именно в этой модели с удлиненными лапками. Меня потянуло на какие-то такие, знаете, осенние цвета. И что мне больше всего нравится, что, допустим, если вы не знаете размер, если вы первый раз заказываете, здесь в любом случае есть размерная сетка. Но также вы можете заказать доставку с примеркой. Вот как мы первый раз и делали. мы заказывали, примеряли. Сразу несколько размеров. Какой-то я забирала, какой-то я давала курьеру обратно. Но, знаете, я не остановилась, к сожалению, на одной модели. И я еще заказала вот этот вот горчичный. Два цвета. Ну, прям действительно такие осенние цвета. Еще вот это мне понравилось. Вот это мне понравилось. Впрочем, просто красота, красота. Ну, в смысле, она уже того? В смысле, Котя? В смысле, она уже того? А можешь посветить, пожалуйста? Стас, в общем, искал отвертку. Нашел, знаете, что? Мышь. Допала. Мы подозреваем. А-а-а! Боже мой! Она такая большая, господи! Ой, боже мой! Таффи, ты готов мышку съесть? Больше, больше паники, пожалуйста! Больше! Таффи, выходи давай! Так, ну я тебе оставлю один на один. Нет! О, Котя, в смысле? Сейчас ты лошадку. Нет, Котя, ее надо, это, утилизировать. Ну, давай, я приподниму. Нет! Смысля, ну мне страшно. Ну, нет, надо собаку вверху брать. Так, Таффи, давай, заходи. Вон, кстати, сяди. Сяди, там мышь. Сяди такой, ну ладно. Сяди, давай, Таффи, на место. Я, 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 я не знаю, чем я тебе могу помочь. Ну, надо, я просто приподниму с дивана, а ты... Костя, ага, с чем? Я могу только ультразвуком. Швабры? Могу совпадать, может и с совочком. Я не готова, но... В смысле, а... Костя, ты же добыль панцилишь? Я знаю, он такой журненький. Что? А вдруг это мышка, которая игрушка? Нет, она не игрушка. Ну, что там? А кто подоживает? Я не могу это сделать, Костя, не могу. Так, ну да, ну, Костя. Ну, честно, не могу, бля. Ну, мне надо как-то поднять его. Я же, мысли, не подняли, не подняйте его. Ну, я поднял, почему? Ну, давай. Я шучу, я его не подниму. Ну, давай. Точнее, а давай его туда отодвинем, пожалуйста. А, бьет! О, бьет, бьет, господи! Пожалуйста! Ух, таковая мать. Это, боже, это такая мать. У меня просто тут, это фобия этих мышей. Бьет, какая она кухня. Так, она уже давно эту, поэтому... Она что, разлагается тут уже? Нет. А че-то, а че-то мокрый снег какой-то. Ну, кот ее уже... Фу, воняет как. Фу, боже мой. Фу. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...